Все лето областный этап республиканской олимпиады по школьных предметах проходит одразу на 11 пляцовках Гомеля и Жлобина. Свои веды по 17 школьных дисциплинах демонструют 1200 наученцев 9-11 классов. Каляк 400 из них представляют Гомель. Основные пляцовки для проведения предметных олимпиад установят правтэх, адукации, межтым, практичные туры так само проходят на базе гимназий и высшейших научальных установ. Так, экспериментальные олимпиадные выпробования по биологии и химии разгорнулись на базе Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. У каждого удельника интеллектуального споборництва на просовном месте ответная его дисциплине и классу задания и необходное для экспериментов обсталявание. У аудиторых панует тишиня, атмосфера сконцентрованности, бо для поспехового выступления, кроме ведов и кемливости, треба сдолись перемагчить свое внутреннее хвалявание. Школьники сейчас переживают, вы видели, как они думают только о своих заданиях. Самое главное, вы знаете, не столько даже может, что школьник знает много, а вот из этого много выбрать то, что необходимо именно в данной задаче. Иногда мы нервничаем, иногда из-за этого состояния ребята не могут точно ответить на то, что им надо. А тем часом у стены гимназии номер 56 города Гомеля по доброй традиции проходили экспериментальные олимпиадные выпробования по физице. У каждой взрослой параллели 9-11 классов по две свои задачи и необходимые обсталявания. Члены жюри заполнивают задания, складенные в рамках школьной программы, однако, чтобы с ними справиться, треба быть особенно пильными и одновить в память у весь выученный материал. Это разные задачи, все интересные, во всех есть над чем подумать, но удивительным образом все решаемые и школьного уровня достаточно, но это должен быть очень хороший школьный уровень. Надо знать все и не по верхам, а надо знать глубоко. Поэтому, конечно, олимпиадники готовятся и сверх того, что они изучают на уроках. В целом, в состав жюри областного этапа Республиканской олимпиады по школьных предметах укручено на маль 140 человек. Это представники практически всех высших научных установ регионов, опытные доценты, выкладчики, аспиранты, новостуденты, которые сами в недавнем минулом заявлялись удельниками таких интеллектуальных споборництвов. Например, переможцы областных, республиканских и международных туров олимпиады Антон Шамына и Антон Толкачоу. Сейчас они отримывают эдукацию в Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны и выходят в состав жюри по физике. Как и все остальные, это люди, которые называют все, да и отданы олимпиадному руху. Это толчок к развитию творческого мышления. После олимпиадных задач возможно решать задачи практически любого уровня с нестандартным подходом. Это может пригодиться же не только в физике, в любых других науках даже в жизни. Вот так же воспитывается и целеустремленность, настойчивость, упорство в достижении своих целей. Олимпиадное движение в школе дает очень хорошую базу для дальнейшего обучения. Ну, к примеру, если вы олимпиадник хорошего уровня, областного, республиканского уровней, вам на сборах дают такое обширное знание, что затем в университете вы знаете довольно много предметов, и большинство знаний вы уже получили от этих преподавателей. И вам рассказывают только некоторые тонкости. Сумарные выники теоретичных и практичных туров олимпиады будут подведены в ближайший час. На найбольших массовых пляцовках церемоний закрития споборництва запланованы на 13-го студеня. Меж тем, переможцам областного этапа олимпиады, которые увойдут в сборную команду Гомельской области, доход подшивать не придется. В худшем часе у них подшнется не меньше отказанный и напруженный житевый этап под рыхтока до республиканского финала.